В критическом состоянии композитор Вячеслав Добрынин. Вячеслав Добрынин попал в больницу, состояние его здоровья вызывает у врачей опасения. Сегодня стало известно, что известный композитор Вячеслав Добрынин был госпитализирован в одну из московских клиник в критическом состоянии. Как пишет телеграм-канал Шот, у него подозрение на инсульт. Врачи борются за его жизнь и пока не готовы делать никаких прогнозов. Если данный диагноз подтвердится, то это станет третий инсульт, который перенес Вячеслав Добрынин. После двух предыдущих 78-летний артист получил инвалидность. После этого он перестал выступать на концертах и полностью прекратил свою концертную деятельность. Его семья помогала ему бороться с тяжелым недугом и поддерживала его жизнедеятельность. Вячеслав Добрынин автор более тысячи песен, многие из которых стали классикой российской эстрады. За свою карьеру он выпустил более 17 альбомов. В советское время по всей стране гремели такие хиты, как «Все», «Что в жизни есть у меня», «Ни минуты покоя», «Кто тебе сказал», «Прощает всех вокзалов поезда», «Белая медведица», которую исполняла Алла Пугачева, Лев Леченко и Михаил Боярский. В 1990 году он начал сольную карьеру и создал группу «Доктор Шлягер». И после этого страна пела его новые шлягеры «Не сыпь мне соль на рану», «Синий туман», «За милых дам». В числе исполнителей его песен появились Михаил Шуфутинский и Маша Распутина. Добрынин долго и плодотворно сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым. Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. В детстве жил в доме номер 23 по Ленинскому проспекту. Часто проводил время у родственников матери на Смоленщине. Отец Галуз Таганесович Петросян, уроженец Нагорного Карабаха, подполковник Армянин, мать Анны Ивановны Антонова, медсестра русской. Оба участники войны. Сам Вячеслав Добрынин никогда не носил фамилию Петросян. Вячеслав Добрынин побывал на могиле отца, который умер за год до матери в 1980 году. Но в жизни отец и сын так и не встретились. После смерти матери Вячеслав долго не мог прийти в себя и тогда же отрастил бороду. Мать с отцом познакомились на фронте и зарегистрировали брак в военно-полевом ЗАГСе. Они были вместе всего три года в самое тяжелое военное время. Войну закончили в Кёнигсберге. Потом мать уехала в Москву, она не знала, что беременна. Его отца отправили воевать с Японией. Вернулся он к себе в Армению, а его родственники не захотели принять Антонову. Как утверждает сам Добрынин, после войны его отец был членом ЦК Компартии Армении. Вячеслав Добрынин окончил московскую школу номер пять, где тогда учились дети академиков Топчева, Несмеянова, Рибендера, Овчинникова, Скасхена и других. Он сидел за одной партой с сыном Льва Ландау Игорем. Был капитаном баскетбольной команды, команда была чемпионом Октябрьского района, в 14 лет подражал стилягам, носил узкие брюки, яркие галстуки. Потом в 60-е стал бетломаном, после школы окончил МГУ по специальности историк искусств, потом поступил в аспирантуру.